Здравствуйте! Вы смотрите Универсальный Формат, студия Юлия Севера. Мы работаем в прямом эфире. Это слово санскрита означает, можно перевести как союз, единение или слияние. Ну, конечно же, эти слова как нельзя и лучше подходят к древней практике «Говорю я о йоге». Сегодня поговорим о этом замечательном термине йога, что же такое, кто такой настоящий йог. Ну и, конечно же, расскажем о замечательном событии, которое скоро стартует в нашей губернии. Международный день йоги отпразднует Самара. Где, как это будет происходить, конечно же, расскажет наши гости. С радостью вам их представлю. Итак, встречайте, Станислав Евклидов, директор Поволжской академии йоги. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Ну, рядышком расположились две очаровательных девушки, тоже поименно всех назову. Лариса, методист Поволжской академии йоги. Здравствуйте. Здравствуйте. И Евгения, тренер по йоге. Ну, а рядом со мной сидит Никита, главный организатор Поволжской академии йоги. Здравствуйте. Все вы, конечно, так или иначе причастны к этому событию, которое скоро, именно 19 июня, пройдет в нашем городе. Все верно? Да, уже в воскресенье. Свои ручки-то приложили к этому, да? Еще как. Еще как. Отлично. Ну, давайте рассказывать, собственно говоря, по какому поводу в Самаре такой праздник? Ну, на самом деле, повод достаточно серьезный. И это уже второй прецедент. Дело в том, что все началось достаточно масштабно. То есть, премьер-министр Индии, Нариндра Моди, он, ну, как глава государства, сам, вся, сам практик йоги и популяризует ее, как своим личным примером, как систему здорового образа жизни. И он выступил с инициативой на ассамблее ООН, то есть, организовать вот этот Международный день йоги. И что-то порядка, по-моему, 140 или 150 стран поддержало эту инициативу, в том числе и наша страна. Соответственно, как только это произошло, когда дата была назначена, посольство Индии, то есть, этот день проходит при поддержке посольства, по инициативе посольства Индии. Соответственно, несколько стран всего лишь по всему миру проводят его не только в столицах, но и в городах, в том числе и наша страна. То есть, можно сказать, что этот день йоги будет происходить не только в Самаре, не только в Москве, но и практически во всех городах, ну, как бы, нашей России. И это проводят при поддержке посольства, то есть при его участии непосредственном, то есть они дают нам информационную поддержку, они, соответственно, должны сразу сказать, что в том году у нас, соответственно, был первый секретарь посольства, приезжал и поздравлял граждан города. То есть в этом году тоже мы ожидаем приезда гостя для того, чтобы он поздравил жителей нашего города, и в том году он тоже принимал участие в практике. То есть это такое, ну, можно сказать, глобальное абсолютно событие, но оно только набирает обороты. Ну, второе, да, и разгон еще есть. Да-да-да, то есть какие-то притирки, но у нас вот по прошлому году очень хорошо откликнулись люди, потому что для людей это не только способ объединиться, понять, что все-таки йога существует, что вот люди занимаются, все-таки набирает обороты это движение, люди получают от этого очень много выгод в своей жизни и, соответственно, все больше и больше ей занимаются. И в этом году тоже очень хорошие отклики, то есть мы ожидаем около 500 человек вот на эту практику и планируем, конечно же, расширяться. — В прошлый год вообще довольны всем, как прошло все? — Должен сказать, что более чем довольны. Почему? Потому что у нас было очень мало времени на организацию. То есть практически событие свалилось как ком с неба, вот времени практически не было, поэтому то, что мы сумели все это дело сделать, согласовать, это практически большое счастье. То есть мы как главный организатор, который несет ответственность за события, конечно же, без поддержки администрации города в том году и области ничего бы не получилось, потому что нам согласовывали площадку, то есть за это большое спасибо всем лицам, которые за это были ответственны. Вот, поэтому событие случилось, люди поддержали, откликнулись, было все очень хорошо. В этом году времени чуточка побольше, поэтому думаю, что соберется и народу побольше, потому что все равно данное событие, оно не только какое-то знаковое, демонстрационное, это на самом деле очень большой мотиватор, потому что очень многие люди тратят большое количество усилий для того, чтобы что в своей жизни изменить, заняться здоровым образом жизни. — Все с понедельника, это с понедельника, а у нас тут нет. — Да, а здесь это событие, ну, представьте, то есть вы приходите и начинаете заниматься гимнастикой, оздоровительной практикой в окружении сотен и сотен людей. То есть по эмоциональному накалу это событие очень большое, то есть люди заряжаются вот этим ощущением, и это дает для многих очень большой толчок к новым положительным изменениям. То есть для тех людей, которые постоянно откладывают на потом, на потом, на потом, это событие замечательный способ получить эмоции и такой толчок для изменений. То есть во многом задача именно вот такая, просветительская и мотивационная. — Правильно ли я понимаю, что Международный день йоги отмечается 21 июня? — Все верно? — Да, абсолютно верно. — Ну какая я? Всезнающая, ну, конечно, вру, посмотрела в интернете, все это прочитала. Кстати, дорогие телезрители, вам социальная сеть, мировая сеть может тоже пригодиться, потому что разыгрываем сегодня два билета в кино, два билета на две персоны, каждый, между прочим. Поэтому ждите вопросов, конечно же, будет связан он с йогой. Если вы знаете об этом искусстве всем, то, пожалуйста, звоните 202-11-22. Также по этому номеру телефона можете задать свои вопросы нашим сегодняшним гостям, если вдруг, ну, не услышите мой вопрос похожий, да, если есть какое-то что-то мучает по йоге, по организации мероприятий, ну, или просто как дела даже спросить, я думаю, можно. Не обидитесь, если у нас такие будут липопытные телезрители? Хорошо, 202-11-22, направление вы поняли, направление занято, задано, поэтому звоните, не стесняйтесь ни в коем случае. Ну, а я пока поспрашиваю остальных гостей нашей студии, как вы в предвкушении этого мероприятия, расскажите, какой сейчас настрой, переживаете, либо все уже сейчас, ну, такое время, когда сделать что-то нельзя, надо только наслаждаться этим предвкушением. Евгения. В прошлом году я была в качестве практикующего, то есть я находилась на поле, поле было на площади Куйбышева, и это действительно было очень волнительно, то, о чем говорил сейчас Станислав, очень мотивирует. Я видела глаза людей, которые впервые пришли, получили коврик в распоряжение и практику. Как раз Лариса предоставляла ее в прошлом году официально утвержденную посольством Индии программу. Плюс ко всему, конечно, гости из Индии, который человек, который практикует намного дольше, тоже мотивирует. В этом году я предвкушаю что-то подобное, тем более мы планируем более масштабные мероприятия, то есть вот одновременно какие-то практики совместно с людьми, они, конечно, настраивают и воодушевляют. Слушайте, ну это здорово. Сейчас тренер, кстати говоря, с йогой как давно на «ты»? Я сама лично практикую более пяти лет, тренирую людей уже больше года, сейчас несколько групп веду, и это, конечно, меняет в принципе полностью жизнь. Изначально это было хобби, какое-то увлечение, начиналось со спортзала обычного фитнес-центра, а после меняет полностью уклад жизни, начинаешь по-другому все видеть. И в том числе вот в Академии, по Волжской Академии йоги, предоставляется информация, которая на самом деле меняет даже взгляд на реальность. Вот так вот. Йога, йога, видишь, наверное, издалека, да? Есть такое, да? Лариса так машет. Ну я к нам сегодня встречала такое, что йог, он как-то по-особенному воспринимает ситуацию, уже каким-то образом реагирует на теле на ситуации, и в принципе, в какой-то степени вы правы, что можно так обозначить, что йогу можно узнать по его способу, там, образу поведения, так сказать. Ну или по крайней мере, как по стасу можно понять? По осанке. По осанке, потому что настолько ровная спина, настолько красивая осанка. Сутулы йоги – это не йоги, получается. Да, какие-то наработанные навыки, они уже вплоть и в кровь. Просто дело в том, что практика йоги, она чем отличается от другой физической активности? Мы выполняем упражнения, которые воздействуют не только на наши мышцы, суставы, органы, а упражнения, которые воздействуют на наши регуляторные системы, то есть на нашу систему управления поведением, нашими эмоциями. Поэтому регулярная практика физических упражнений по принципам йоги, она делает человека более спокойным, уравновешенным, стрессоустойчивым. И тем самым человек этими качествами начинает немножко выделяться. То есть его гораздо сложнее вывести из себя. Он, соответственно, более удовлетворенный, более гармоничный. В ладах с собой, самим и с окружающими. Вот так вот. Хорошо. Давайте наших телезрителей проверим. Познание этого искусства. Можно искусством назвать йогу? В некотором случае, да. В некотором случае, да. Практика. Практика, которую можно довести до искусства. Ага. Вот так вот, дорогие наши телезрители. Посмотрим, насколько вы сильны в йоге. 202-11-22. Напоминаю, телефон нашего прямого эфира. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Неодъемлемой частью йоги является медитация. Как переводится слово «медитация»? Четыре варианта ответа вы видите у себя на экране. Повторю, это середина, баланс, состояние или обдумывание. 202-11-22. Разыгрываем два билета в киновертикаль. На любой сеанс, который захотите самым близким человеком отправитесь. Вы, конечно же, посмотрите какое-то интересное кино или мультфильм. Что выберете? Так, хочу у Никиты спросить. Ты как организатор, я думаю, на тебя легла очень большая часть подготовки к мероприятию. Правильно? Колоссальная. Большая часть ответственности, да. На самом деле, очень интересно организовать такое большое мероприятие. Когда ты общаешься со многими партнерами, с многими агентствами, департаментом. То есть различными людьми, которые так или иначе к этому приближены. Общаешься с людьми, которым интересна йога. Это очень интересно, очень много новых знакомств, новых интересных личностей в жизни. По сравнению с прошлым годом, да, на этот этап мы сделали уже больше. То есть хотим еще больше сделать, потому что целая неделя впереди. Да, мы потихонечку делаем. Что будут? Какие сюрпризы? По программе расскажите нам. Ну, должен сказать, что в этом году мы решили сделать это событие не только таким объединяющим и воодушевляющим. Потому что действительно людям после этого события было безумно приятно посмотреть фотографии, какие-то отчеты, статьи. Найти себя вон, 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 я в третьем ряду. Представляете, вот эта вот толпа людей, да, это воодушевляет. Это дает какую-то волну, депосты в соцсетях, общение. Люди вовлекаются в практику здорового образа жизни. А мы в Павловской академии йоги и абсолютно в этом конгруентном с посольством Индии рассматриваем йогу как практику улучшения качества человеческой жизни. Это практика, которая дает вам ресурс для вашей жизни. То есть она делает вас лучше, сильнее и так далее. И в этом году мы решили, кроме этого аспекта, добавить еще кое-что. Дело в том, что кроме вот этого общего класса, мы хотим сразу после этого провести два коротких мастер-класса и передать людям инструменты йоги для решения таких насущных жизненных задач, которыми они смогут пользоваться потом. То есть в рамках вот этого всего мероприятия мы хотим провести два коротких мастер-класса и передать людям пару-тройку очень простых упражнений, которые они могут, делая регулярно, очень сильно повысить качество их жизни. Мы затронули два вопроса. Очень многие люди приходят в йогу, имея какие-либо болевые синдромы спины и проблемы со спиной. Поэтому мы там дадим буквально 3-4 упражнения, делая которых 80-90% людей с болями от них избавятся. Они очень простые, доступны абсолютно каждому. И еще дадим упражнения, такие, скажем так, глубокие упражнения йоги, которые отличают ее от других практик. Почему, кстати, многие люди занимаются йогой? Они занимаются йогой именно потому, что оно увеличивает их энергию работоспособность. Человек, который гулярно практикующий, может делать гораздо больше дел, гораздо более эффективный. И многие клиенты именно за этим сейчас к нам приходят. И мы дадим несколько упражнений, которые позволят снять хроническую усталость, восстанавливаться и сверхвосстанавливаться. То есть это будет такой информационный подарок от нашей академии. Вот так, это старый млад, я так понимаю. Абсолютно. Потому что человеку в возрасте это пригодится, так или иначе, какие-то возрастные, может быть, изменения нашего организма сказываются. Ну и, конечно же, молодому, который бегает, 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 пытается трудиться, и вот хочется снять это напряжение. Ну, знаете, если сказать о том, какие люди занимаются сейчас йогой, вот из тех людей, которые... Да, кого ждете вообще? Вот какого человека? Ну, смотрите, на самом деле, конечно, мы ждем йогов. Людей, которые занимают, для которых это часть жизни. Но на самом деле мы еще ждем людей, которые присматриваются к йоге, которые много пробуют. На самом деле мы ждем людей, у которых есть задачи, которые они должны решить, и проблемы, от которых они хотят избавиться. То есть те люди, которым йога действительно поможет. То есть очень часто какие люди приходят? Но если говорить про аспекты восстановления, очень часто эти люди профессиональные спортсмены, которые занимаются спортом, танцем, бегом, которые получают травмы, и хотя, приходя в йогу, от них избавятся. У нас замечательные инструменты, которые этому помогают. Это люди, которые находятся в стрессе, у которых большая ответственность. Сейчас огромное количество предпринимателей, собственников бизнеса, топ-менеджеров занимаются йогой. Потому что эта практика идеально дает им возможность снять напряжение, начать наконец-то нормально спать, понять свое место в этой жизни. И, что самое главное, получить огромный объем энергии для своей социальной деятельности. На самом деле мы ждем всех. Но интереснее видеть именно тех людей, для которых эта практика принесет максимум эффект, максимум результат. Кстати говоря, вы называете, говорите, ждем йогов. А вот кто он йог? Потому что тот человек, который просто занимается, интересуется. Можно ли он назвать йогом? Либо йог это тот, кто и душой, и телом, как говорится. Здесь очень важно понимать, что наследие 90-х, 2000-х годов, перестройка, когда практика йоги интегрировалась в очень хаотичную среду. Я помню, даже, по-моему, в СССР запрещалось. Это было тем, что очень большое количество людей занимались этим, не понимая как, не понимая зачем, не понимая почему, и далеко не всегда качественно. Сейчас работа многих организаций, в том числе и нашей, она ведется на систематизацию, структуризацию этого процесса. Мы взаимодействуем очень активно, у нас в свое время был большой объем взаимодействия с Игруговком, Российскими государственными университетами физической культуры и с индийскими институтами, для того, чтобы сделать эту практику максимально понятной, целостной и доступной для современного человека. Хотя, безусловно, мы можем встретить какие-то школы йоги, где люди выполняют практику, не до конца понимая, что они делают. Почему? Потому что в свое время, в те же 90-е годы, она как-то непонятно, они ее взяли, не разобравшись, и зачастую с достаточно большими проблемами сталкиваются люди, которые туда приходят. То есть тренер йоги, который не скажет вам, а зачем мы делаем это упражнение, это не тренер. Каждый тренер должен четко понимать, зачем идет. Давайте на этой мысли мы пока с вами остановимся, потому что дозвонился к нам телезритель, наверняка хочет ответить на наш вопрос. Здравствуйте, представьте, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Ксения. Ксения, очень приятно, но расскажите, пожалуйста, вы практикуете йогу? Нет. Нет, незнакомы, никогда не ходили, никогда не увлекались? Ходила, ходила. Недолго, правда. Недолго. Ну, вот может быть, как раз Международный день йоги будет новым шансом начать заинтересоваться, полюбить и сделать это образом жизни. Все возможно. Ну, а пока давайте отвечать на мои вопросы. Неотъемлемой частью йоги является медитация. А как переводится слово медитация? Середина, баланс, состояние или обдумывание? Ну, могу предположить, что это обдумывание. Ну, давайте спросим экспертов, я думаю, Лариса одобрительно, да, машет головой. Дайте я отвечу. На самом деле абсолютно верно. Медитация значит усиленное думание. Только надо понять, что медитация, это слово, не имеет отношения к инде, к йоге никакого. Вот так вот. Это греческое слово, которым перевели такое понятие йоги, как дьяна. То есть, на самом деле, когда в среде йоги русскоязычной говорят медитация, подразумевают не медитацию. Давайте поздравим нашу сервису. Ну, это действительно верный ответ. Ну, здесь уже действительно эксперты разбираются, где правда, где нет. Но вы ответили верно. Медитация переводится как обдумывание, созерцание или мыслить. Тоже можно так перевести. Я вас поздравляю, два билета в Киновертикаль достаются именно вам. Ну, а ты, телезритель, не отчаясь, потому что у меня еще есть один вопрос для тебя. Так что чуть-чуть попозже задам его. Тоже сможешь выиграть два билета в кино с любимым человеком отправиться куда-нибудь. Так, остановились мы на том, что тренер по йоге, если он не объясняет, для чего делать это. Да, это плохой тренер. Это плохой тренер. И на самом деле, ну, это на самом деле касается не только йоги, разных видов сфер услуг, такое достаточно часто бывает. Мы просто с этим активно боремся, с незнанием тренеров, и стараемся их готовить максимально качественно. Но это, можно сказать, наша миссия Академии – подготовка качественных преподавателей йоги в рамках методики. Но, когда мы говорим о йоге, это человек, который использует техники, методики йоги в своей жизни, интегрирует их в свою жизнь и пользуется ими для достижения определенных целей и задач. Вот это человек, скажем так, который уже этот инструмент в себя встроил. То есть, есть люди, которые йоги касаются. То есть, он занимается спортом, еще чем-то, иногда занимается йогой. А йога требует регулярности. То есть, это привычка. То есть, я скоро проснулся, я выполняю комплекс дыхательных и гимнастических упражнений, мое состояние меняется, работоспособность повышается. Если я делаю это регулярно, тогда это приводит к определенным изменениям моей нервной системы, которая накладывает вот тот самый отпечаток, который мы сказали. То есть, дает человеку определенный ресурс, делает его более эффективным, совершенным, повышает КПД его деятельность. Тогда, да, можно так сказать. То есть, мы ждем, с одной стороны, и практиков, которые потратили уже много лет на совершенствование себя, своего мышления, сознания, поведения, своего тела. И в тех людей, которые хотят в это вовлечься и использовать для своих целей и задач. Каждому будет интересно в любом случае. На самом деле, я хотела бы добавить, что даже если вы никогда не слышали, не знали, что такое йога, такое, мне кажется, тоже возможно, и никогда не пробовали заниматься, в любом случае мы вас ждем на практику. Расскажем немножко поподробнее, но пока давайте прервемся на небольшой опрос. Жители города задаем интересные вопросы им. Они отвечают нам не менее интересные, да, ответы дают. Ну, а я, пока вы смотрите этот опрос, буду, наверное, выпытывать у Станислава какие-то очень интересные упражнения, быть может, сейчас какой-то мастер-класс, прямо здесь, в прямом эфире, в студии универсального формата. Получу я, ну и, конечно же, вы сможете на это посмотреть. А пока смотрим. Люблю на природе отдыхать. В последнее время, ну, за город, там, куда-нибудь, такие. А вот вы как за городом отдыхаете? Дикарем ездите, там, походы, все это, или дачный домик, огород? Нет, ну, как с друзьями, как, ну, поход такого, такой активный он, получается. В туризм. Ну, в туризм. Ну, в деревню ездим. Что там делается? Купаемся, работаем. Гуляем. Да, за 100 километров. Ну, конечно, отпуск где-нибудь за пределами нашей страны. А сейчас, в принципе, мне отдыхать некогда, у меня дети. Так что я постоянно работаю, можно сказать. На набережную хожу, гуляю. Вот и все, все отдыхание. Ну, если хорошо поработаешь, хорошо и отдыхать. Ну, какой отдых предпочитаете? Природа. Поваляться на природу, вы их путили, на велосипеде, например, где-то кататься. На природе. Спорт на природе. Ну, санатория разные, лес. Ну, чаще всего в Самаре, точнее, как бы за городом, за Волгой, на турбазах, вот, выходные провожу. Иногда даже вечером выбираюсь куда-то. Так, ну, у меня тоже офисная работа, сидящая постоянно. Поэтому помогает. Активный отдых. Любой активный отдых. В основном в городе или куда-то выезжаете? Ну, можно за Волгу, вот, тот же самый велосипед, так же прокатиться, очень приятно. Ну, я ксину люблю. Ну, где, вот, в городе в основном или за город выезжаете? Ну, за городом. Это, рыбалка. Отдых, футбол. Так что, это, считай, отдых лучше всего. А куда вообще любите ездить? Ну, здесь, за Волгой, в основном. Ну, что ж, действительно, методы отдыха у каждого свои. Вот мы вам предлагаем, почему бы и нет, не обратиться к йоге. Тоже способ выдохнуть, отдохнуть, настроиться на позитивное. Кстати говоря, здесь пока мы сидели в эфире, да, у нас завязался разговор о ответе. Наша телезрительница должна напомнить, задавала ей вопрос, как переводится медитация, да, и Станислав сказал, что с йогой не имеет ничего общего практически, но нужно дорассказать, чтобы стало понятнее. Ну, на самом деле, вопрос достаточно экспертный, он связан с тем, что это как бы устоявшееся понимание, то, что определенный техник, определенный процесс йоги называют этим словом. В основном это связано с тем, что в свое время неправильно перевели этот процесс. То есть не могли, причем даже западные авторы не могли процесс сосредоточения, да, понять, каким словом надо знать процесс сосредоточения, потому что он достаточно сложно ложился в концепцию западного мышления. Потому что процесс, который описывают сейчас все слова медитации, применительно к йоге, это процесс, который заключается в сосредоточении внимания на каком-либо процессе, например, на пульсации в центре ладони. Я сосредотачиваюсь, и если у меня хорошо получается сконцентрироваться, у меня останавливается внутренний диалог. То есть я не думаю. Хотя греческое слово медитация, наоборот, означает усиленное размышление. Поэтому получается, что тот процесс в йоге, который называется подмедитацией, таковым на самом деле не является. Обычно этот вопрос более заботит профессиональных преподавателей йоги, когда они начинают углубляться в это, чем простого телезрителя. Но на самом деле, если говорить про вопросы отдыха, то это достаточно важно. Потому что дело в том, что активность нашего сознания, нашего ума, коры нашего мозга, она занимает до 30% энергии нашего тела. И вот это состояние сосредоточения внимания на каком-то процессе, на дыхании, например, оно позволяет остановить вот эту деятельность и высвободить большой объем энергии. То есть дает возможность нашему сознанию отдохнуть. Отлично. Не только отдохнуть, как вы сказали, поправить здоровье. Будет несколько мастер-классов после такого флеш-моба, назовем его так. Можно сказать и так. Но сейчас-то можно пару упражнений буквально. Легко. Причем, как я уже сказал, самое важное в йоге то, что она доступна всем. И в йоге есть какие-то очень сложные мастерские упражнения. И возможно сделать упражнения очень простые. Очень многие люди, которые приходят к нам, они жалуются на проблемы шейно-воротниковой зоны. И вы знаете, я сразу бы хотел обратить на такое внимание. Многие инструктора спорта, фитнеса, лечебной культуры или даже йоги, они не всегда правильно подходят к вопросу решения проблем мышечного тонуса шейно-воротниковой зоны. Кто-то начинает сразу растягивать мышцы, выполняя подобные движения. Это очень неправильная техника, которая приведет к тому, что после растяжки человек, испытая минутное облегчение, через какое-то время внезапно его боль может усилиться. И на самом деле может выйти прям очень жесткий спазм. Кто-то предлагает упражнение изометрического напряжения такого типа. Например, выполнять изометрическое напряжение в мышце. Это может сработать, но только в том случае, если проблема не сильная. Если проблема уже достаточно глубокая, она тоже может обостриться. Те упражнения, которые можно делать каждому, вне зависимости от сложности глубины проблемы, они вот такие. Давайте их сейчас выставим. Давайте. Я готова. Итак, вам необходимо сесть с прямой спиной, расправить плечи, опустить плечи вниз. Слегка напрягайте мышцы живота, чтобы стабилизировать позвоночник. Подтяните себя за макушкой вверх. И первое упражнение, которое нужно делать для того, чтобы работать с шеей, это упражнение не с шеей, а с плечевым поясом. Подайте плечи вперед, со вдохом. Да, давайте с выдохом плечи подаем вперед. Со вдохом отводим их назад. Выдох вперед, вдох назад. Заметьте, да, двигаются плечи. Продолжайте движение. Выдох вперед, вдох назад. Немножко двигается грудной отдел позвоночника, чуть прогибаясь и выгибаясь. Чуть прогибаясь и выгибаясь. После этого сделайте движение таким образом. Вперед, вверх, назад, вниз. Назад, вверх, вперед, вниз. Кисть абсолютно свободная. И делайте назад, вперед. Назад, вперед. Вверх вдох, вниз, выдох. Вверх вдох, вниз, выдох. Каждое из этих упражнений выполняйте по 10-15 раз. Когда вы выполнили данное упражнение, единственный важный момент, не делайте их с большой амплитудой. Не до конца. Вы можете уже приступать к работе с шеей. Потяните себя за макушку, опустив подбородок. Делайте повороты головы влево-вправо, в ней полная амплитудия. У вас не должно ничего тянуть. Если у вас болит шея, начало амплитуды может быть очень небольшой. Выполняете движение в течение некоторого времени. Вы почувствуете, что боль понемножку уходит. Вы можете увеличивать амплитуду. Тогда увеличивайте ее. Хорошо. Теперь, вытянув себя за макушку, делайте макушкой небольшой круг. Он должен быть крайне незначительным. Отметьте, пожалуйста, что движение, которое я сейчас покажу, это движение, которое, скорее всего, усилит вашу проблему. Вот таким вот образом я крайне не рекомендую выполнять движение. То есть заброс шеи даже у здорового человека может спровоцировать проблему. Ну, именно часто оно предлагается почему-то на различных практиках. Так что вот эта рекомендация Стаса прям очень внимательно сейчас отметили. Все время подбородочек. Меня удивляет, что оказывается вот такие вот движения, ну, нежелательно делать, по крайней мере, особенно если есть проблемы. Да, то есть вот так вот закидывание назад нельзя. Закинуть ни в коем случае и ограничивайте амплитуду, потому что когда мышца напряжена, резкое амплитудное движение может вызвать еще больший спазм. Еще одно движение вам хорошо поможет. Движение кончиком подбородка, воздействуя на мышцы основания затылка. Сделайте небольшой круг перед собой, да, вот таким вот образом. Тоже выполняйте в каждую сторону подобное упражнение по 10-15 раз. Да, ну, другую. То есть повороты, круг, круг подбородком. Если, соответственно, тонус не слишком большой, можно выполнять подобное упражнение. Поворот. Мягкий наклон, провели, подняли. Наклонили, провели, подняли. Наклонили, провели, подняли. То есть это упражнение, которое можно делать каждому. Выполняя его регулярно, понемножку вы будете улучшать состояние шейно-воротниковой зоны. И лишь когда тонус падает, это должен следить хороший грамотейнер, можно уже добавлять упражнение статической нагрузки и только потом растяжки. Главное, не тяните шею, друзья мои. Это большая ошибка многих тонеров. Растяжка напряженных мышц практически сразу вызовет усиливающий спазм. Тот, кто только что к нам присоединился, да, и застал нас за упражнениями, хочу напомнить, что мы разговариваем о Международном дне йоги, который 19 июня пройдет у нас в Самаре, в том числе. Ну, конечно же, по всему миру такие интересные мероприятия будут проходить. Ну, и, конечно же, о самой йоге разговариваем, о этой практике, для чего, кому, что интересного, полезного можно из нее излечь. Кстати говоря, Евгения, хочу к вам обратиться как к тренеру. Ну, наверняка приходят многие, да, действительно, там с каким-то проблемой, с какой-то целью. Вот сколько времени необходимо? Видите ли какое-то изменение в ваших клиентах, в ваших учениках? Конечно, это зависит от самого человека и от его намерения. Есть люди, которые отмечают изменения в себе сразу, там, после, например, даже первого занятия. Бывают такие, которые приходят и говорят, я позанимался сегодня, и на следующий день мне было так хорошо, и я так хорошо спал. Ну, то есть, опять же, да, опять же, зависит очень много от самого тренера, что тренер несет в группу. Поэтому, например, иногда бывает, приходят люди и уходят, и ставят для себя, скажем так, крест на йоге, хотя, может быть, они просто попробовали не того инструктора, и есть смысл сходить к кому-то другому. Некоторые инструкторы отдают больше нагрузки силовой, некоторые делают акцент на растяжки, некоторые делают акцент на расслабление на каком-то. Здесь важно попробовать и найти своего тренера. Сейчас масса направлений йоги, и здесь тоже можно экспериментировать. Есть люди, которые готовы пойти на долгую практику, то есть они ставят перед собой цель. И вот, например, в моей группе есть несколько человек, которые занимаются уже более года, и они идут, и каждый день, ну, не каждый день, а каждое занятие они отмечают что-то, сантиметр. То есть когда начинаешь входить в практику, может быть, какие-то даже быстрые результаты, но потом со временем результаты становятся все медленнее, но они становятся все более ценными. Когда в очередной раз занимающийся, практикующий говорит мне, о, я там на полсантиметра стал, например, ближе в какой-то там из асан, к полу, что-то еще чуть больше что-то прочувствовал. Здесь, конечно, радость у меня уже, как у тренера, возникает, несомненно, такая глубокая боли. У каждого свое. Индивидуальный подход, так или иначе, везде он на это действует, это правило. Давайте вам, дорогие телезрители, задам еще один вопрос, ответив правила на который вы получите билеты в Киновертикаль. Ну, уже не знаю, как задавать, но если что, вдруг меня поправят наши эксперты, потому что они-то знают о йоге. Если не все, то очень-очень много. В йоге это слово обозначает самодисциплина, самовоспитание, ограничение. Четыре слова. Вишну, Шива, Яма или Кришна. Что же из этих слов близко к этим понятен? 202-1-22. Звоните, отвечайте, быть может, именно ваш ответ будет первым и будет правильным. Ну и мы, конечно же, отдадим вам смело наши билеты в кино. Пока давайте посмотрим сюжет о йоге в парках. Благо сейчас наша Самара пестрит разнообразными фитнес-тренировками и йогой. Во многих местах отдыха проводятся какие-то занятия абсолютно бесплатные, абсолютно каждый желающий может посетить. Вот как раз йога в парках – это одно из этих занятий. Смотрим сюжет. По профессии Дмитрий Махорин – системный администратор. Рассказывает, занятия йогой стали для него не просто увлечением, а путем к внутренней гармонии и прекрасному самочувствию. Он стал инструктором и проводит занятия для всех желающих. Выполнять упражнения на свежем воздухе, говорит, намного приятнее. В студии такое испытывается давление стен, наверное. Хочется более такие открытые пространства. За душевным равновесием, полноценным отдыхом и подтянутой фигурой приходят люди разных возрастов. С собой только коврик, бутылка воды и удобная одежда. Советы инструктора слушают внимательно и даже записывают. С обдохом вы натягиваете слегка на себя, ноги помогают. Тренировки рассчитаны как для новичков, так и для тех, кто давно занимается йогой. Каждый находит в занятиях на природе что-то особенное для себя. Расслабление, полное умиротворение и напряжение мышц. Больше слияния с природой и самим собой. Спокойствие, прилив сил, энергии и мышцы напрягаются, такие, которые должны быть в тонусе. Занятия йогой проходят утром и вечером в парках Гагарина и Щерса, на Воронежских озерах и на набережной. В парках Победа, Дружба, а также в Загородном и Струковских парках. Расписание занятий доступно в сети интернет. Йога в парках, можно посмотреть, и там все вам по часам расскажут. У нас есть звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, как зовут? Наталья. Наталья, очень приятно. Ну, вы йогой занимаетесь? Занимаюсь. Занимаетесь. Как давно, кстати, практикуете? Не очень давно. Не очень. Ну, есть куда расти, это тоже всегда хорошо. Давайте отвечайте, быть может, уже знаете, быть может, уже знакомы с этим понятием. В йоге это слово обозначает самодисциплина, самовоспитание, ограничение. Четыре варианта ответа. Это Вишну, Шива, Яма или Кришна? Яма. Яма. Верно? Близко? Близко. Станислав тоже так подтянул. Расскажет нам историю этого слова сейчас. Я вас поздравляю. Два билета в кино достаются именно вам. Спасибо большое за звонок. Ну и, конечно же, вам желаю развиваться, развиваться в этой нелегкой практике, как йога. Так, Станислав, в чем? Опять заковыков? Станислав, заковыков, скорее, знаете, связан с чем? Я отметил, что вы в этот ряд поставили три индийских божества, и четвертое слово, которое означает либо действительно вот эту самодисциплину, либо бога смерти. Его можно и так, и так транслировать. Просто дело в том, что йога на самом деле по какой-то причине многих людей она ассоциируется с чем-то религиозным. И сейчас я, смотря на вот эти вот четыре пункта, заметил, что дается человеку возможность понять, что надо выбрать из чего-то религиозного самодисциплину. И на самом деле у многих людей вызывает сопротивление. То есть человек, например, христианин, и он хочет заниматься йогой, а по факту он думает, а вдруг там есть какая-то религиозная доктрина. На самом деле я вам могу сказать таким образом. Йога и в самой Индии это не религиозная практика. Это практика, которую могут использовать, например, религиозные люди для того, чтобы лучше сосредотачиваться на своих молитвах. Понимаете, да? То есть не занимаются йогой как религией, но ее может использоваться как инструмент в религиозной практике. Или для здоровья, или еще для чего-то, или еще для чего-то. А в йоге нет религии. Это практика изменения. Это очень важно понимать, да, потому что многих пугает действительно, потому что думают, что ой, это наверное... То есть, грубо говоря, если, например, приходите вы к тренеру, и тренер вам дает какой-то религиозный контент, это его лично и не имеет отношения к практике. Я на самом деле своим тренерам, когда они у меня учатся, я говорю, ребят, вот смотрите, вы ведете практику йоги, вы можете прочитать какую-то мантру индуистскую, но вы поймите, что это будет примерно то же самое, как вы христианскую молитву прочитаете. Ну вот попробуйте, вы в своей группе можете читать периодически христианскую молитву, буддийскую и так далее? Как она вас это воспримет? У многих тренеров нет этого понимания раздельности йоги и духовности. Йога есть во всей духовности, то есть все духовные практики используют йогу. Но если мы берем йогу, йога это инструменты, это методы и средства, которые могут помогать, например, религиозным практикам, а могут с ними совершенно быть не связаны. Вот у многих людей нет вот этого четкого разделения, поэтому зачастую есть сопротивление. Поверьте, если есть тараканы, они не в йоге, они в головах тренеров. Вот так вот. Хорошо. Знаете, какой вопрос мучил меня и до эфира, но я как раз не могу его не задать. Никит, долго сидишь, долго молчишь, поэтому получай вопрос от меня. Но в спорте, да, в любом каком-то есть какие-то понятия, есть какая-то определенная цель. Там можно быть выше, сильнее, быстрее и так далее. В йоге вот как понять то, что результаты-то есть? Как понять, что ты вот лучше йог, а вот 10 еще пока не дотягиваешь? Вообще можно ли сравнивать? Ну, если одним словом, наверное, гармоничнее я бы назвал, то есть для себя. Потому что самое основное, что ты получаешь через йогу, то есть с помощью инструментов йоги, это, скорее всего, гармонию, стрессоустойчивость. То есть то, что помогает тебе, в принципе, идти по жизни, не напрягаясь, то есть делая все плавно, гармонично и спокойно. Вот так вот. Когда начнешь, да, ощущать на себе гармонию внутри себя, то, наверное, вот здесь вот ближе-ближе-ближе на шажок. Так, давайте возвращаться к событийному нашему, да? А можно еще про результаты в йоге? Конечно. Да, вот просто дополнить, вернее, продолжить эту тему. Поэтому я часто своим занимающимся, у меня несколько групп, говорю, знаете, вот я на самом деле не кривлю душой, а говорю им абсолютно честно и откровенно, что вы сейчас в 90% по своему физическому и психоэмоциональному состоянию, положению, лучшие в 90% лучших всех, если не брать, например, просто тех, кто занимается профессиональным спортом по физическому состоянию. Потому что я, например, смотрю, ко мне приходит новичок, тот, кто никогда не занимался йогой, и я вижу, как занимается, насколько у нее физический ресурс выше того человека, который занимается у меня месяц, полгода, год. И я вижу, просто сама удивляюсь, потому что, ну, группа, когда уже давно занимается, уже как бы глаз затирается, кажется, что, ну, вот они все, наверное, люди такие, так все хорошо делают, такие сильные, такие выносливые, такие гармоничные, как Никита сказал, действительно так и есть. Приходит новичок, у меня есть возможность сравнить, и я, слово и снова, удивляюсь, какие прекрасные результаты имеют занимающиеся, которые, ну, регулярно, позволяют себе регулярно практиковать. То есть, так или иначе, все равно это видно, да, можно сравнить. Ну, вот у меня, благодаря тому, что приходят новички, и у меня появляется возможность увидеть вот эту вот грандиозную разницу, которая имеется и на уровне физического состояния, и на уровне психоэмоционального состояния человека. Хорошо, давайте, ну, не подводить итоги, но еще раз о замечательном дне, Международном дне йоги, который 19 июня, рассказываем место, рассказываем, как попасть, каждый из желающих сможет попасть. Значит, смотрите, программа, как я уже сказал, это будет проходить в парке Гаганин, чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться. То есть, во-первых, у нас будет достаточно большое количество от партнеров в сфере здорового образа жизни. У нас есть большой пул, они будут давать разнообразные подарки от себя, и для того, чтобы получить эти подарки от партнеров, необходимо зарегистрироваться. Плюс нам необходимо тоже понимать формат, сколько будет людей. То есть, мы рассчитываем сейчас порядка 500, но если, например, народу будет больше, могут быть какие-то изменения. Вы представляете, да? Потому что все-таки мы даем практику, несмотря на то, что мы даем безумно простую, она консолидирующая, но все равно мне необходимо будет поместить большое количество тренеров в группу для контроля качества проведения. То, что многие люди будут вообще первый раз занимающиеся йогой, поэтому нам нужно прогнозировать, сколько тренеров. В том году, по-моему, у нас было порядка 15 тренеров сопровождало мероприятие. В этот раз, соответственно, будет больше. Поэтому нужно зарегистрироваться. Для регистрации вам необходимо зайти на сайт yoga63.ru. Очень просто. yoga63.ru. Сразу вы попадете на постер, перейдя на который, вы сможете зарегистрироваться. Там все условия участия. Все очень просто. Приходите в Паргагарина, регистрируетесь. И, собственно, практика. Очень важно понять, что практика, она адаптирована для всех. Она несложная. Мастер-классы очень короткие. Задача там передать именно рабочие инструменты. То есть все будет занимать полтора-два часа, не больше. Ну и, соответственно, эта вот часть, посвященная поздравлению, соответственно, администрации города, представители посольства Индии, партнеров. Вот такое мероприятие. И выступление музыкальных коллективов. Что будет приятным бонусом в начале и в конце мероприятия, мы нас порадуют прекрасной музыкой, наши партнеры. Да, Евгений Ильич, мне кажется, еще очень важно, часто задают вопрос, что нужно с собой взять и какая одеться. Ну, соответственно, это что-то свободное, в чем вам можно будет выполнять движение. Возьмите с собой коврик. Он может быть йоговский, гимнастический, туристический, любой. Дело в том, что покрытие, которое есть там, оно, в принципе, предусматривает занятие даже без коврика. Но вам будет гораздо комфортнее со своим инвентарем. Хорошо. Ну и, конечно же, мне остается добавить то, что, так или иначе, в нашу группу ВКонтакте, универсальный формат, заходите, смотрите. Сделаем обязательно репост. Если вдруг не сможете найти по такому простому адресу, да, ваш сайт, то в любом случае заходите, смотрите у нас, переходите, кликайте. Ну, а там вся информация есть. Ну, по крайней мере, 40 минут мы говорили о этом замечательном событии, поэтому информация и у вас в голове, надеемся, останется. Так, ну и напоследок, знаете, какой вопрос интересует меня еще? Да, так или иначе, мне кажется, как вот нам сказали в сюжете, как раз инструктор по йоге, который проходит в парках, да, занятия по йоге, очень хорошо, интересно заниматься на свежем воздухе, потому что стены, может быть, зали где-то давят, где-то не хватает воздуха, кислорода, ну или, по крайней мере, может быть, думаешь так, не на самом деле, но мысли обманывают тебя. Есть ли у вас в представлении, в мечтах какое-то место, которое идеально подходит для занятий йоги? То есть, быть может, это будет не улица, быть может, это будет, наоборот, как раз дома и, не знаю, перед телевизором, в коридоре у себя дома. Вот какое идеальное место для вас для занятия йоги? Идеальное место – это пространство под вашими ногами. Идеальное не место, идеальное время, когда человек выбирает на то, чтобы заниматься. Место не может быть идеальным для занятий йоги. Для занятий йоги идеальный человек в то время, которое он на него тратит. Поэтому те люди, которые приходят, занимаются год-полтора-два, получают результаты, и они не могут от этих результатов отказаться. И получается, что даже уезжая в поездки, в командировки, меняя место жительства тренера, они все равно продолжают практиковать. Потому что тот результат, который они получают, улучшение комплексного, улучшение качества жизни, невероятен. Поэтому человек расстилает коврик, не расстилает коврик и занимается изражением там, где ей надо придется. Но, знаете, в командировке ты и в отеле все равно тебе нужно позаниматься. Ты найдешь это место. Хорошо. Евгения, а у вас есть ли, может быть, какое-то предпочтение, не знаю, на дачу, в родителей? В своей жизни я занималась йогой, мне кажется, уже в сотне мест абсолютно разных. Начиная от морского побережья на камнях, заканчивая какими-то городскими районами. На самом деле, то, о чем говорит Стас, когда ты живешь и чувствуешь какой-то дисбаланс, ну, то, о чем говорил Никита, да, что йога дает гармонию, почувствовал, что что-то не то. Расстелил коврик или пенку или, не знаю, плед. Полотенце, в конце концов. Полотенце, да. Позанимался, уделил этому там, да, какое-то время, полчаса. И после этого совсем все по-другому. Поэтому идеальное место то, которое вот сейчас здесь подходит. И, ну да, действительно, время и это внутреннее состояние. Что немаловажно, хочу добавить, особенно для начинающих, кто только недавно приступает к освоению этой практики, очень большое имеет значение начать заниматься именно, возможно, в группе. Потому что группа занимающихся, ваши единомышленники, они дают какую-то общую энергию. И практика проходит легче, даже можно так это обозначить, если вы занимаетесь в группе. Вот этот момент, заниматься где, менее важно заниматься самостоятельно. Это такой высший уровень осознанности, так скажем. Заниматься в группе очень мотивирующе, очень стимулирующе и энергетически насыщенно. Никит, есть что добавить? У вас, может быть, самое необычное место, не знаю. Самое необычное место, ну, наверное, присоединюсь, то, что это... Это все-таки... Это, я даже не могу, наверное, как Евгения сказала, то, что это сотни мест. То есть, где приспичило, как говорится, так и начинаю заниматься. Ну, это, наверное, да. Это все-таки, подводя черту, хочется сказать, что это смысл жизни, это стиль жизни, да, так или иначе. Там уже начинаешь как-то жить. Да, должен сказать, что это даже дело не в кодеке, потому что, например, многие мои клиенты, которые... 20 секунд до конца. Это можно делать даже в машине. А, вот так. Простые упражнения можно делать где угодно. Вот так вот. Но если вы боитесь, стесняетесь начать, то, пожалуйста, 19 июня ждем вас на Международном Дне Йоги. Уж думаю, там вам точно будет смысл начать заниматься йогой. Всего доброго. Программа «Универсальный формат» была с вами. Пока-пока. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова